О работе и безработице. На повестке правительства вопрос о содействии и занятости населения в регионе. В 2016 году средняя цена вакансий в Ивановской области составляла 11 360 рублей. Самое низкое ее значение зафиксировано в Пучешском районе, наибольшее в Фурмановском и Кенишенском. В качестве положительного примера борьбы с безработицей – Ивановский район. На конец 2016 года произошло значительное снижение численности безработных. Если на начало года на учете в Центре занятости состояло 300 человек, то на конец года 157 человек. В этом есть заслуга и рабочей группы по неформальной занятости. Благодаря согласованной деятельности членов рабочей группы в 2016 году 891 человек был трудоустроен. Данные индивидуального учета закрепляемости на рабочих местах подтверждены соответствующими начислениями в социальные фонды. На особом контроле вопрос вовлечения работников в официальную занятость. По оценке губернатора регион платит в фонд обязательного медицинского страхования около 600 миллионов рублей за граждан, которые получают зарплату в конвертах и нетрудоустроены официально. Выявлением подобных случаев задача в том числе и глав муниципалитетов. За последние два года в области были выявлены и переведены в легальную плоскость неформальные платежи за 53 тысячи человек. Эффект от этой работы поступления только в пенсионный фонд дополнительно 71,5 миллиона рублей. Я сегодня рассматриваю возможность, с точки зрения бюджетного кодекса и прочих дел, возвращать вам существенную часть суммы, которую мы сэкономим на том, что получим, допустим, экономию по платежам ФОМС. Напомню вам, что каждый неработающий гражданин региона обходится бюджету почти в 6 тысяч рублей. Поэтому, условно говоря, 10 тысяч нашли, вот считайте сами, да, 60 миллионов рублей плюсом. Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году в регионе составил 1,09%. Каждый четвертый нетрудоустроенный житель села. По словам руководителя профильного комитета, наибольшим спросом у данной категории граждан пользуются программы по открытию собственного бизнеса. В данной мере поддержки, когда денежное пособие по безработице заменяется на единовременную выплату, уже 8 лет. С момента реализации этой программы в области было открыто 2300 не рабочих мест, а именно индивидуальных предпринимателей, которые эту поддержку получили. И только они создали порядка тысячи рабочих мест для граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения. И вот где-то около 30-35% в их числе – это жители, именно проживающие, население проживающее на селе. Размер пособия на открытие собственного дела сейчас составляет всего 58 тысяч рублей. Сельский житель на эти деньги не то что стадо, даже одну корову купить не сможет. Павел Каньков поручил рассчитать новый размер пособия в сторону увеличения. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.